Привет, вы смотрите ТСТВ, с вами Надя Лаптева и сегодня мы будем говорить про кавказскую овчарку. Не скрываю, это моя одна из любимейших пород, потому что я являюсь счастливым обладателем этих собак уже давно. Эта порода, кавказская овчарка, на мой взгляд, является нашей гордостью и нашим национальным достоянием. Итак, кавказская овчарка, плюсы и минусы содержания, ну и в принципе про породу. Это порода, которая предана безумно своему хозяину и всем членам его семьи. Это сильная собака, собака думающая, собака, которая обладает прекрасными встроенными охранными качествами. Итак, первое, с чем вы столкнетесь, приобретая щенка кавказской овчарки, это с негативом со стороны людей. Потому что очень часто, когда я гуляю со своими собаками, ко мне подходят люди и говорят, боже мой, какие красивые собаки, а что же это за порода? И когда я говорю два волшебных слова «кавказская овчарка», люди начинают говорить, боже мой, это та страшная, жуткая, опасная порода. И я всегда задаю ответный вопрос, а почему вы так решили? Ну мы так слышали. То есть, по большому счету, это именно слухи. Когда я приобретала свою первую кавказскую овчарку, меня пугали о том, что я буду кормить ее с лопатой, что она меня съест, что она съест мою семью и так далее. Ничего этого не случилось. Более того, я влюбилась в эту породу. Как вы видите, у меня сейчас четыре кавказские овчарки, один сидит вот там. Все они прекрасно слушаются, все они обожают меня и мою семью. Почему? Безусловно, это прекрасная охранная собака. Это собака, которая замечательно социализируется с моими собаками. Я езжу в город, я езжу за границу. Наш самый старший кобель ездил на самолете, на поезде. То есть, у меня нет вопросов к этой породе. На Кавказе десятилетиями именно эта порода использовалась для охраны и перегона овец территории на территорию. И, конечно же, отбраковывалась эта порода, если она была излишне трусливая, излишне агрессивная. И именно эта собака понимала щебана просто буквально с полумига, с полувзгляда. И, конечно же, генетически это закрепилось. И в этих собаках это есть. Поэтому, как мы видим, сейчас собаки сидят и ведут себя прекрасно. Они слушают внимательно, что я говорю. Они ждут от меня, что же дальше мы будем делать. Плюсом кавказской овчарки является то, что это врожденный охранник, в свое время приобретая первую собаку. Заводчица мне сказала, возьми кавказскую овчарку, привяжи ее к палке в поле, и она будет охранять эту территорию. Это действительно является так. Кавказских овчарок всегда использовали для охраны на границах, для охраны тюрем, для охраны на больших предприятиях. При этом эта собака не просто умная, это собака думающая. Потому что, например, на предприятиях, вы понимаете, что не может быть одного кинолога, не может быть одного человека, который работает с ним. Люди меняются, и она принимает это, она понимает это, но при этом она не перестает охранять эту территорию. В свое время люди, которые помогали мне ухаживать за нашей первой кавказской овчарки, а бывало, что мы по работе уезжали на неделю, на две, они всегда удивлялись, ну как же так, мы же ее кормим, а любит она вас и ждет она вас. И более того, когда мы приезжали на территорию, она запускает этих людей, которые ее кормили все эти две недели, но не дает им ничего трогать, потому что настоящий хозяин, мама с папой приехали домой. Вот что такое умная, думающая кавказская овчарка. В отличие от немецкой, например, овчарки, при том, что я могу вам, я люблю все породы, и у всех есть свои плюсы и минусы, эту собаку невозможно обмануть. Были случаи, когда на территорию заходили воришки, приносили с собой обученную, к обученной собаке, которую обучали на рукав, приносили с собой рукав, закидывали его за забор, собака хватала рукав и уходила, а воришки делали свои дела. Кавказскую овчарку обмануть невозможно. Она по своей природе, собака недоверчивая чужим людям, но, как я уже сказала, обожающая своих хозяев. С помощью кавказских овчарок мы катаемся на санках зимой, летом катаемся на специальных тележках. Кавказские овчарки обожают плавать. Например, рации, иди сюда, рации. У рации папа, один раз, сделав заплыв, принес в зубах карася, когда он вернулся обратно. Это еще раз говорит о том, что собака, вот такая вот огромная собака, она может вам еще и рыбу пронести. Но понятно, что это не обязательно, но в тот момент это было очень удивительно, на мой взгляд. Да, вот так вот они меня любят. Ой, тихо, все, сели, 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 Крис, Крис. Самый главный плюс еще один кавказской овчарки, она неприхотлива к любому климату. Это может быть температура минус 25, минус 30, даже минус 50, потому что есть питомники в Якутии, например, а в этом году зарегистрированная температура была минус 50 с чем-то. На мой взгляд, это жуткая температура, но кавказские овчарки абсолютно без проблем с этим справляются. И точно так же при плюсовых температурах, так как мы уже говорили про Кавказ, прекрасная шерсть этой собаки, этой породы, защищает ее от любых температурных воздействий. В то время мы пытались строить пленые будки. Так, тихо, Крис. Но эти будки нам не пригодились. Собака спит на снегу, то есть у них есть будки, но они ими не пользуются. Немножко поговорим про минусы этих собак. Эта собака серьезная, безусловно. Да, это крупная, серьезная собака. И в первую очередь, эта собака не для квартирного содержания. Конечно, есть люди, которые держат больших собак в квартирах, но моя, абсолютная моя уверенность, что такая собака, и вообще все большие собаки должны жить за городом, у них должна быть хорошая территория, чтобы они могли побегать, попрыгать. Если даже у них не очень большая территория, в любом случае, это собака уличного содержания. Эта собака серьезная, ей нужно заниматься. Если вы купили щенка в 3,5 месяца и махнули рукой, посадили его на цепь, погладили его пару раз, такого пушистого, хорошего хомяка, а как правило, все кавказские овчарки в детстве, да и, собственно, и когда вырастают, похожи на хороших таких махнатых мишек. И если вы махнули на него рукой, а потом почему-то удивляетесь, почему в полтора года он на вас зарычал или еще что-то. Это проблема не собаки, это проблема не породы, это проблема именно хозяина. Поэтому, конечно, с такой собакой с детства нужно заниматься. Это собака, которая любит контакт, собака, которая любит внимание. Она обожает гулять со своим хозяином, она обожает делать все, что угодно с хозяином. Как я уже сказала, мы катаемся на санках, мы купаемся с ними, они с нами ездят на машинах, то есть они готовы сделать все ради вас. Единственное условие это нужно просто делать. Конечно, с такой собакой нужно ходить на площадку, если у вас нет опыта, ну, либо заниматься самому. Вот ее кого-то увидел из съемочной группы, и она уже внимательно смотрит, а что же они там делают на территории. То есть, еще раз повторюсь, у этой собаки встроены охранные качества. Но при этом они спокойно сидят и позволяют мне разговаривать вместе с вами. Да, раз. Как я уже говорила, кавказская овчарка прекрасно трассируется. Джика, залезай. Стой, залезай. Ай, браво, молодец, макарда. Залезай, залезай. Садись хорошо, да. И она может делать все, что угодно. Абсолютно. И самое главное, что ей это нравится делать. Пойдем погуляем. Ай, ай, красавец. Пошли. Так, так, пойдем. Пошли, 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 пошли. А я занимаюсь со своими собаками просто для общего развития. Во-первых, им это интересно. Во-вторых, лишний раз, когда ты прощешь что-то от собаки, она это делает. Это доставляет удовольствие ей. Ну, и закрепляет отношения с хозяином у собаки. Джика, иди сюда. Та-та-та-та-та. Вперед. Ну, куда ж ты, куда ж ты? Стоп. Стой. Молодец. Вот даже несмотря на то, что скользкая дорожка... Стой. Несмотря на то, что скользкая дорожка, покрытая снегом, он делает то, что я его прошу. Хотя получилось не очень красиво. Пошли дальше. Еще один положительный момент от кавказской овчарки. Это вот такие замечательные вещи получаются из шерсти кавказской овчарки. Они очень мягкие, очень теплые. Понятно, как любая собачья шерсть, очень полезные. Но я не могу передать через камеру, насколько они мягкие и пушистые. Абсолютно не колючие. Поэтому я с удовольствием собираю шерсть своих кавказских овчарок. И мы дарим своим друзьям либо такие носки, либо варежки. Это очень всегда всем доставляет большое удовольствие. Как, впрочем, и нам, эти собаки доставляют огромное удовольствие. Да? Пошли дальше. Джека, иди-ка ко мне. Ой, да, да. Я придумаю всякие разные штуки для своих собак. Вот, например, есть туннель, который по команде, они проходят. Для чего это нужно? Их в жизни, наверное, это не пригодится. Но еще раз повторюсь, это просто развивает голову моим собакам. Любой породы. Джека, низ. Стоп. Иди сюда. Ай, браво, молодец. Да. То есть мы видим, что это именно они делают не потому, что я им приказываю, а им действительно очень нравится контакт с хозяином. Что подчеркивает еще раз о том, насколько высокоинтеллектуально эта собака. Кавказская овчарка. Содержание кавказской овчарки не дешевое. Начнем с того, что щенок кавказской овчарки стоит в среднем от 25 до 30 тысяч. Понятное дело, вы можете купить щенка и за 5 тысяч на птичьем рынке, и за 10. Но что вы купите, какого кота в мышке, вам никто гарантировать не сможет. Приобретая щенка у профессионального заводчика, все-таки вы должны убедиться в том, и этот заводчик должен показать вам родителей, показать психику мамы, психику папы. И уже какая-то гарантия того, что вы купите хорошую, здоровую собаку, хорошей, нормальной психикой, генетически заложенной в этой породе, уже есть. Дальше содержание кавказской овчарки не дешевое. Будьте готовы к тому, что эта собака неприхотливая, и она может питаться всем, чем угодно. И все мы помним в старые добрые времена, где-нибудь у бабушки на цепи, вы могли дать миску непонятно с чем. Собаке она это ела и прекрасно содержалась. Но все-таки сегодня мы живем в нашем времени, у нас появились хорошие сухие корма. Либо собака может питаться натуральным кормом, но так или иначе, в любом случае, минимум 4-5 тысяч в месяц будете тратить на содержание этой собаки. Будьте готовы к этому. Покупать кавказскую овчарку или не кавказскую овчарку, в любом случае, решать вам. Но прежде чем купить, смотрите ТС-ТВ, а мы пошли гулять. Пошли? Ей! Да, пошли гулять! Продолжение следует...